Приветствую вас, и начать мне бы хотелось, пожалуй, с того, что заметить вам о природе отклонений. То есть, отклонения, отклонения, это существенные нарушения в деятельности либо мозга, да, либо, значит, в организме, которые порождают какие-то не совсем адекватные действия, адекватные поступки, да, вот. И поэтому отклонениями можно назвать любые заболевания, любые мутации, которые происходят в результате заболеваний. И отклонениями считается то, что вредит человеку, и то, что вредит другим людям. Вот. Это отклонения. Причем, вред должен быть именно ярко выраженный. То есть, вот, например, идет человек, и он, допустим, там, на всех ругается, да, на всех видит врагов, всех толкает. Вот. Это вред. Действительно вред. И такой человек, действительно, имеет отклонения. То есть, описывать вы, нельзя назвать отклонениями, к сожалению. Потому что, вред, от этого, можно убрать. Вы можете просто не общаться с человеком, на самом деле. Если он вам не нравится. У меня сложилось такое впечатление, что вы обижены на того, о ком пишете. У меня сложилось такое впечатление, что у вас нет взаимопонимания друг с другом. Между, 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 между вами. И вы, пребывая в, ну, может быть, в чувстве обиды, в чувстве злости, вот. Вы хотите найти какие-то отклонения у человека, чтобы вам было, что ему предъявить. Ну, то есть, вот, сказать ему, что вот у тебя отклонения такие, да, мне психолог, психолог сказал, что у тебя такие отклонения. Вот ты, поэтому, такой, а я прав, или права, что тебе, значит, что-то говорю. Ну, это, понимаете, не работает. Это не работает так, к сожалению. Это не работает так. Потому что нельзя обиду свою, она у вас явно есть, хоть вы и пытаетесь ее, как-то, знаете, замаскировать, да, но у вас все равно обида есть. Нельзя обиду использовать, как, знаете, как стимул для того, чтобы продемонстрировать наличие каких-либо проблем у человека. Надеюсь, вы, вот, этот момент для себя, как бы, определите, да. Дальше. Человек на протяжении всей своей жизни с кем-то конфликтует. Ну, да, у человека есть определенные проблемы. То есть, как правило, конфликт, это именно конфликт с другими людьми, это всегда проявление собственного конфликта. То есть, собственный внутренний конфликт проецируется на других людей. Такое бывает. Можно ли назвать это отклонением, то бишь, болезнью? Нет, нельзя. Это просто означает, что у человека есть внутренние противоречия, которые выливаются в то, что он конфликтует с другими людьми. Если бы он не конфликтовал с другими людьми, то, соответственно, ему было бы гораздо тяжелее, и он бы, может быть, даже заболел. Адекватно относится только к своим детям. Я так понимаю, что именно дети, именно дети не вызывают у человека такого чувства, чувства, именно чувства. Не вызывают у него чувства угрозы, которые вот обычно возникают при общении с другими людьми. То есть, грубо говоря, человек боится. Можно ли считать того человека, который боится, опасным и больным? Нет, нельзя. Потому что у него это все-таки в пределах нормы. С другими близкими и дальними родственниками, соседями, знакомыми, постоянно конфликты по надуманным причинам. Ну, понимаете, надуманная причина здесь – это ваша оценка. То есть, это именно ваша оценка причин. Для вас она надуманная для вас, а для него – нет, для человека. Для человека она ненадуманная, понимаете? И вот вы почему считаете себя вправе, значит, оценивать причины для конфликта у другого человека? Вы можете сказать, да, вы можете сказать, что вот конфликты, конфликты, ну, какие-то, да, они мне вредят. Это будет правда. Это будет правда. Действительно, действительно. Но говорить о том, что у кого-то надуманные причины конфликтовать, ну, мне это представляется достаточно деструктивной позицией. Именно с вашей стороны. Если у человека есть конфликт, значит, он защищается. Мнимая причина, реальная причина, но она для него важна. То есть нужно с уважением относиться к тому, что у человека есть причины, по которым он конфликтует. Или вы думаете, что он счастлив от этого, от того, что ему приходится конфликтовать. В разговоре не может кратко изложить суть дела, даже если об этом попросить несколько раз. Ну, понимаете, действительно кратко изложить суть дела может далеко не каждый. У меня главное это ощущение, что человек, которого вы описываете, это такой очень нервный человек. И если я прав, и он действительно нервный, то дело не в том, что он перескакивает с темы на тему и не может кратко пересказать суть. Дело в том, что его постоянно заставляет чувствовать себя не в безопасности. Понимаете? То есть это первая причина. А не то, что вы говорите о каких-то внешних проявлениях. Понимаете? Ну вот. Значит, если об этом попросить несколько раз, перепрыгивать с одной темы на другой основной контекст, разговоры оставлять какие-то неважные мелкие детали. Но, опять же, неважные мелкие детали – это ваше оценочное существение. Для человека это важные детали может быть. Для человека это могут быть действительно важные вещи, а вы говорите, что они неважные и мелкие. Вот какое вы имеете право так считать? Почему вы относитесь к человеку без уважения? Он может как угодно относиться к его праву, но вы, в своем вопросе, вы претендуете на то, чтобы выглядеть таким более здравомыслящим человеком. Так вот, будет ли здравомыслящий человек принижать другого? Мне кажется, нет. Так. Даже если об этом попросить несколько раз, перепрыгивать с одной темы на другую. Ну вот здесь, когда говорят о том, что человек перепрыгивает с темы на тему, это проявление шизоидности. То есть, у человека слишком развит богатый внутренний мир, слишком развит внутренний мир. И при этом, есть низкая, как вы говорите, приспособленность к жизнедеятельности. То есть, по сравнению с миром внутренним, адаптивность к внешнему миру сильно ниже. Это так. Действительно, так. Но, это все равно в норме для него, видимо. Потому что, иначе бы он не мог бы себя обеспечивать. А раз он себя может обеспечивать, значит, все в порядке. Далее. Низкая приспособленность к жизнедеятельности. Опять же, это ваше оценочное суждение. Которое, судя по всему, довольно субъективное. Что значит низкая? Ну, хорошо, низкая. А почему она должна быть высокая? Вот с чего вы решили, что она должна быть более высокой? Ну, в этот вот приспособленность. Она у каждого своя. Вспомнит о куче мелких незначительных событиях. Помнит о куче мелких незначительных событиях. Из жизни. Но не знаете, что такое фель. Но опять же, мелкие незначительные события, это оценочное суждение. Ваше. То есть это вы считаете их мелкими незначительными, а для человека они важны. Ну и самый главный вопрос. Зачем человек узнать, что такое фель. Я хочу сказать, что если он не знает о нем, значит он ему не нужен. Понимаете? Ну, понимаете, вот у вас обиды есть на человека какие-то. У вас ожидания есть по отношению к человеку какие-то. Вот с точки зрения психологии нужно на эту тему с вами разговаривать. А не по поводу того, чтобы искать у кого-то отклонения. Понимаете? Другое дело, будете ли вы так поступать или нет. Будете ли вы платить психологу, чтобы он разобрал ваши обиды. Вот мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что вы не будете этого делать. Ну вот, мне почему-то так кажется. Я не знаю, конечно, но мне почему-то так кажется. В любом случае, в любом случае, так я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваш. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Пока! 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 Пока!